вам все на свете интересно значит нам по пути всем привет в эфире программа что откуда почему наши дорогие учителя отмечают свой профессиональный праздник поздравляем вас и благодарим за здание большое спасибо за терпение особенно маме учительница русского языка его мы изучаем даже на выходных повезло тебе и маме а 7 октября она ждет еще один праздник логичное продолжение дня учителя день старательного ученика почти это день вежливых слов и кстати отметить его просто будьте вежливы друзья а начать можно прямо сегодня анонс шифровка спасибо двум светилам делимся энергией народное международное взрослые на славу поработали теперь наша очередь впереди три анонса три задачи так и первый анонс спасибо двум светилам ну два светила это солнце и луна есть и другие звезды но света от них маловато а ученые тоже светила но только и должно быть двое наверное вместе работали а помнишь в восьмом классе кажется мы проходили закон джоуле ленца это двое ученых физиков а что не открыли и забыла а ты точно хочешь это вспомнить хочу мощность тепла выделяемого в единице объема среды электрического тока равна произведению плотность электрического тока на силу напряженности электрического поля спасибо это она без суфлера я так понимаю она ждет невероятно увлекательный сюжет до самое главное ну очень понятно на протяжении всей истории люди постигают окружающий мир но если одни явления нам доступны для изучения то за другими нам приходится наблюдать издалека луна и солнце ночное дневное светило с древности люди сочиняют о них мифы и сказки а сегодня мы знаем о них больше и важность этих небесных тел для жизни на земле совершенно неоспорима луна многие ученые до сих пор спорят что же произошло на самом деле и как она появилась основная гипотеза гласит что луна это бывший астероид который попав в область притяжения земли не смог пролететь мимо и стал спутником планеты а после исследований лунного грунта ученые пришли к неожиданному выводу луна старше земли одно из самых серьезных свойств ночного светила его влияние на земные приливы и отливы у луны есть своя гравитация то есть способность притягивать к себе объекты притянуться друг другу полностью земля и и спутник не могут из-за центростремительных и центробежных сил которые связаны с вращением луны вокруг нашей планеты но луна влияет на часть процессов на поверхности земли а именно на воду она ее притягивает поэтому на стороне которой луна ближе всегда наблюдается высокий уровень воды прилив она противоположной от луны стороне будет отлив то есть минимальный уровень воды особенно заметно это на берегах морей и океанов все прибрежные народы издавна знали об особенностях чередования приливов и отливов и строили свои маршруты отталкиваясь от положения луны на небосводе ведь от этого зависела их безопасность кроме приливов и отливов естественный спутник земли играет роль щита принимая на себя часть астероидов пролетающих в сторону нашей планеты а ведь столкновение с астероидами большая опасность но еще важнее луны солнце она удерживает нас на месте несмотря на то что наша планета находится в 140 миллионах километров от светила без его гравитации мы бы просто улетели в глубокий космос холод черного пространства наше главное светило как и луна тоже создает приливы хотя большинство ежедневных приливов океана все же случаются из-за влияния луны самые высокие приливы и самые низкие отливы происходит когда солнце земля и луна выстраиваются в ряд это происходит каждые две недели в новолуние и в полнолуние а еще солнце дарит земле энергию каждый ее квадратный метр получает в среднем 342 ватта энергии большая часть ее отражается от земли и возвращается обратно в космос однако атмосфера словно одеяло сохраняет достаточное для жизни количество тепла а вот различия в температуре волшебным образом создают погоду когда теплый воздух над сушей и холодный над океаном перемещаются из одного региона в другой образуются ветры нагретая солнцем вода испаряясь становится облаками и в конце концов выпадает в виде дождя снег град роса гроза радуга многие природные явления прямо или косвенно связаны с влиянием главного светила растения им необходимы и влага и тепло и свет они поглощают углекислый газ и вырабатывают кислород которым дышит все живое а еще служат пищей для многих живых организмов все процессы в природе взаимосвязаны но первым звеном в этой цепочке жизни является солнце вторым луна они основа жизни на нашей планете нам повезло физику мы углубились лишь слегка я тоже об этом подумала а следующий анонс делимся энергией опять физика а если это еда в пище тоже есть энергия калории и измеряется она в килоджоулях в одном грамме белка есть четыре килокалории то есть 17 килоджоулей а в одном грамме жира содержится 9 килокалорий то есть 37 килоджоулей и еще у нас есть углеводы в одном грамме тоже содержится 4 килокалорий то есть 17 килоджоулей понятно поэтому еда нам дает энергию верно а если не питаться то мы теряем силы а если наоборот очень много есть то энергия запасается в виде жира это знают все энергия не возникает из ничего и не исчезает в никуда она может передаваться от одного тела другому а еще переходить из одной формы в другую так гласит закон сохранения энергии кстати работает он всегда и везде можно сказать круглосуточно ну например если бросить мяч о пол он ударится поверхность и отскочит обратно но почему а потому что пока мяч падает и ускоряется он накапливает потенциальную энергию пока не ударится о пол в этот момент его потенциальная энергия переходит в кинетическую энергию которой обладают только движущиеся тела но это еще не все мяч понесет ее дальше главное чтобы не попал в стекло и таких примеров миллион пальцы ударяющие по клавишам пианино передают им энергию они в свою очередь приводят в действие молоточки а потенциальная энергия газа преобразуется в тепловую энергию для приготовления еды экспериментально доказал закон сохранения энергии английский физик джеймс преско джоуль его именем как раз и названа единица измерения энергии джоуль родился будущий ученый в семье зажиточного пивовара бенджамина джоуля из-за проблем со здоровьем джеймс получал образование на дому с детства увлекался изучением различных физических явлений даже устроил в подвале дома небольшую лабораторию там он проводил опыты изучая механическую работу электричество и теплоту когда ему было 19 лет джоуль сконструировал свой первый электромагнитный двигатель которым заменил паровой двигатель на винокурни своего отца это был шаг вперед в работе предприятия в 1841 году джоуль сделал новое открытие он установил зависимость между током сопротивлением и выделяемым ими теплом в проводнике и даже доказал что электрический ток проходя по проводнику его нагревает почему же потому что свободные электроны в металлах перемещаясь под действием электрического поля сталкиваются с молекулами или атомами проводников и передают им свою энергию а те в свою очередь нагреваются запомнили именно так работают включенные в розетку электроприборы этот эксперимент получил название первого закона джоуля а еще известен он как закон джоуля ленца кто такой ленц это российский физик и электротехник он тоже занимался изучением этого вопроса правда отдельно от джоуля но к одинаковым результатом они пришли почти одновременно всю свою жизнь джеймс джоуль посвятил науке опубликовал около ста исследовательских трудов а в 1866 году был награжден орденом копли это высшая научная награда британского королевского общества а еще его дважды избирали главой ассоциации развития науки страны а его уникальные достижения в области энергии и термодинамики до сих пор являются основой для многих исследований в нашей передачи никогда не было столько джоулей и кило джоулей сразу чувствуется столько энергии о да хочется прям горы свернуть а точнее расшифровать третий анонс народная международная странно очень у у каждого народа есть своя культура и она не может быть международный ну да как это понять народная международная наверное какой-то человек вышел на международный уровень например певец или певица народный артист который стал международным как вариант я кстати недавно слушала этническую африканскую музыку я думаю автор и подумать не мог что где-то другом конце планеты приднестровская девушка пару дней будет напевать его песни а ну-ка напой я стесняюсь я тебе ссылку скину ты сама послушаешь а мы посмотрим сюжет и 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 если вам кажется что старинные песни это не ваш формат то вы явно не знакомы с татьяной и нюшиной которая умудряется сочетать ретро мотивы с современными ритмами и результат выходит просто потрясающий ну не то слово а еще она настоящая звезда тик тока у нее более полутора миллионов подписчиков и ее уже называют народной артисткой тик тока вы только представьте на платформе где в и 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 Она смело экспериментирует с музыкой, создавая уникальные проекты, как, например, «Марфа» — фолк-фэшн-проект, демонстрирующий ее любовь к народной музыке и стремление сохранить культурное наследие прошлых поколений. Удивляет и ее интерес к межславянскому языку, который был создан искусственно для того, чтобы люди из славянских стран — России, Украины, Белоруссии, Сербии и других — могли понимать друг друга даже без предварительного его изучения, потому что корневая система у них очень похожа. Татьяна активно записывает на нем ролики и делится своим опытом с подписчиками. Ярко и креативно она соединяет традиции и современность в музыку прошлого и настоящего. И делает это на таком высоком уровне, что по ее ретро-песням в современном ключе фанатеет даже молодежь. Присоединяйтесь! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я почти все поняла. Я тоже. Это значит, что при желании славяне могут найти общий язык, ну, в буквальном смысле, так как существует межславянский язык. Интересно, а есть обучающие приложения? Есть, я смотрела, джесик называется. Теперь все могут изучать межславянский язык. Кстати, сюжет о группах славянских языков был в одной из наших прошлых программ. Найдите ее на ютубе. Но для начала нам бы русский освоить на пятерку, ну, еще десяток наук, чтобы ЕГЭ сдать. Ну, а в этом нам помогут только учителя. С праздником вас! А программу велеем? Лера и Олеся. Смотрите нас в эфире на ютубе. До скорых встреч! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok